В истории литературы есть авторы, написавшие много книг, но широкому читателю известные благодаря одной из них, ставшей своего рода знаком, или, как принято говорить сегодня, их визитной карточкой. Для Сергея Тимофеевича Аксакова такой книгой стала «Детские годы Багрова внука». Она является продолжением семейной хроники, второй частью автобиографической трилогии Сергея Тимофеевича Аксакова, в которой рассказывается о его детстве на Южном Урале. Первое и единственное прежизненное издание детских годов Багрова внука появилось в начале 1858 года, 165 лет назад. История маленького Сережи – это поэтичная и искренняя повесть о красоте природы, детской впечатлительности и русской культуре. Детские годы Багрова внука посвящены внучке Сергея Тимофеевича Аксакова Ольге Григорьевне Аксаковой. Если Бог даст силы, ровно через год Оле, внучке милой дедушка, пришлет книжку небольшую и расскажет в ней про весну младую, про цветы полей, про лесного мишку, про грибочек белый и читать день целый станет Оля книжку. Эти стихи являлись предвестниками данной повести. «Книга, – набросал Аксаков в черновике, – должна быть написана, не подделываясь к детскому возрасту, а как будто для взрослых, и чтобы не только не было нравоучения, всего этого дети не любят, но даже намека на нравственное впечатление, и чтоб исполнение было художественно высшей степени». Это самое крупное по объему произведение Аксакова. Его замысел был связан с желанием автора написать книгу для детей и вместе с тем книгу о детстве. Изменив имена, но в сущности ничего и никого не выдумывая, Аксаков рассказал историю своей семьи и собственного детства, историю своих детских впечатлений от общения с близкими людьми и местной природой. Прелесть книги Сергея Аксакова именно в подробностях повествования и жизни, благодаря чему теперь, спустя почти два века после описанного времени, книга приобрела еще большую ценность. Спокойно и точно рассказывает Аксаков о своеобразном быте русских пометчиков на башкистских землях Оренбургской губернии. В детские годы включают в себя шедевр и другого рода. В приложении к этой книге Аксаков дал к сказку «Аленький цветочек», однажды рассказанную на ночь маленькому Багрову, самому автору, крепостной сказочницей, ключницей, палагеей. В дальнейшем «Аленький цветочек» не раз выходил в печать отдельно, а затем стал наиболее издаваемым произведением Сергеем Аксакова. Дореволюционные читатели высоко ценили детские годы Багрова внука. Иван Сергеевич Тургенев считал, что эта вещь положительно эпическая. А знаток русской литературы Дмитрий Святополк-Мирский назвал детские годы Багрова внука самой характерной, самой Аксаковской из Аксаковских книг. Лев Николаевич Толстой, слушавший авторское чтение отрывков из нового произведения зимой 1857 года, счел их прелестными. А самым большим достоинством этой повести Лев Николаевич Толстой считал разлитую в книге любовь к природе, поэзию природы. До сих пор читатели не оставляют равнодушным стиль и художественные образы Аксаковской автобиографической прозы. Повесть детских годов Багрова внука Сергея Аксакова никогда не потеряет своей актуальности, потому что в ней мастерски раскрыта суть становления личности ребенка.